да с миром такой вопрос как бы хотел спросить сразу не отважился вчера общался с одним час в общем он обучался духовной семинарии по моему московской киевской стали где-то там на украине 10 лет что-то он в этом деле и видимо отошел сейчас у баптистов вот и как бы я начал с ним разговаривать и я говорю они нет они не церковь он вроде как бы почему церковь я просто не стал его убеждать просто сам не готов был я могу конечно зайти на на сайт игнатий тихонычу посмотреть это там весь материал есть но вдруг что-то непонятно будет и посчитал нужен кому-то обратиться более опытных вот есть не помню как кому кого сейчас скажу на память кому отпустите кого-то тому отпустится да иисус христос пришел вдохнул духа святого и сказал кому проститься там там управляем простите да 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 это вот первый этап дальше ну с этим понятно это я покажу на это а дальше рукоположение когда апостолы епископов рукоположили где это посмотреть это тут и тут его на 2020 титул а титул 152 тимофей 16 сейчас сразу будем так ну во первых самое главное это матфея 16 глава 18 стих господь говорит я создам церковь да я сказал то есть да и то есть я создам вот я вот с этого момента он я создам и врата да не одолеет ее я ему сказал а вот она была создана в горнице этот момент появилась церковь и она и должна быть то есть не какая-то другая именно на какая если связи с и не нету никакой то это никакая не церковь вот потому что если там через 1500 лет кто-то что-то решил на каком основании считает что это церковь но от них отделятся тоже скажут я церковь еще теперь ничего это не значит ну апостолы рукополагали он они говорят да вот титул 15 запиши потом второй тимофей 16 16 я не до деяния 2023 по вам сейчас я посмотрю точно по деяниям так деяние деяние 1423 1420 и я парень парень такой хороший ну как бы мы с ним хорошо поговорили хорошо но он аргументировал тем что ну сразу он выстрел такой аргумент где двое или трое соберутся во имя мое собранным собранным во имя мое там и я позову это горит и есть церковь все моменте потому но я как бы я отступился не стал настаивать просто решил подготовиться хорошенько вооружиться словом и потом уже ему объяснить а так так хороший хороший разговор был у него рак там метастазы вон он сейчас в москве находится в больнице на тяжелом случае там вот как бы я молюсь ну вот рожденный я так понял что он рожденный рожденный а дух ему натолковал то неправильно все не тот дух то толковал значит если он говорит но собраны понятно же дело что собраны они собрались а эти ты сами собрались первые сами решили собрались им что-то не понравилось они отошли ну да им приведи приведите вот этот пример дофан верон корей за что господь их дофан верон корей 16 глава числа васи хорошие люди очень были они не просто не занимались там не знаю не пили там не курили они знали как кодить знали как священное действие делать были может даже лучше чем моисей и арон и не сказали а чё почему вы главное почему не мы это делаем все газ господь пока как мы себе сказал что что будет посмотрим что будет с вами в итоге все вместе в единственный раз за всю историю когда живьем в отца шли именно за то что они на себя взяли это мы есть обязательно напомнить что ветхозаветный есть образ будущих благ образ сейчас даже обувь обувь это евреям 10 1 закон имеет тень будущих благ они сам образ вещей то есть будущих благ тень будущих благ евреи и вот мы читаем евреи допустим господь положил что среди 12 колен и израилев только одно священческое и написано если кто приступит посторонний да будет предан смерти напиши а скажи арону и сыновьям его что чтобы они соблюдали священническую должность свою и если кто приступит посторонний да будет предан смерти это я скажу это давно да так предан смерти я скажу какой стих это числа 3 10 числа 3 10 арон уже если нам его поручи чтобы они наблюдали священническую должность свою а если приступит кто посторонний предан будет смерти то есть еще тогда все плотское и уже тогда соблюдалось строго это должность священническая да а это все тень будущих благ это нам показывает мы же чем-то ложись мы должны на что-то сверяться с чем-то тень будущих благ это что еврея евреям 10-1 есть когда с вавилонского пленения евреи вышли и там взрыва вельниями ездра были возглавляли все это движение и они восстанавливали священство чтобы ну потому что храм был восстановлен и надо было восстановить священство и был поиск и написано что ну по коленам и там несколько человек три человека я не помню как имена на торчат посмотреть они искали и не нашли в родословной они говорили что они священники но в родословной у них не нашли вот где-то прерывался цепь и были они изгнаны но не изгнаны были исключены из священства сейчас даже скажу это тоже стих ездра 262 книга ездра 262 они искали родословной своей записи и не нашлось и потому исключены из священства и не емешь 764 это же самое в двух местах описывается одно и то же событие вот образом то есть это не шутки что нету никакого на каком основании нигде не в новом завете нигде не написано что она так как ты хочешь так на тебя исходит если апостолы для этого рукополагали на каких основаниях мы должны считать что она сама по себе сходит когда филипп проповедовал то многие уверовали не помню в какой стране в сама лишь ну уверовали много и апостол об этом узнали и и сразу же послали и петра и иоанна туда чтобы они пошли там и возложили руки на них чтобы святой дух на них сошел то есть они они уже уверовали во христа но святой дух на них еще не сходил и они ради этого поехали то есть даже они то что уверовали то что у них нет священства святой дух еще на них не сходил они только поверили только 1 1 1 ступень святого духа а вот то что именно получить полностью в полноте его еще не было и сейчас в этом мы читаем в это еще скажу самаряне да вот филипп проповедовал самарянам идиане это 8 глава самаряне да 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 и они уверовали мы читаем вот так филипп пришел в город самарийский исповедовал им христа народ единодушно внимал тому что говорит филипп слыша и виде какие он творил чудеса ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем а многие расслаблены хромы исцелялись то есть вот как у сектантов они многие кто уверует многие кают в своих грехах действительно исцеляется своих болезней и держим и одержимость у них там прекращаются выходят духи все это было у самарянском городе была радость великой в том городе потому что человек если уверовал действительно у него радость он во христа уверовал не в кого-то же и вот уверовав же и сам симон и крестивший он не отходил от филиппа и виде совершивший великой силы знамение изумлялся находившись в иерусалиме апостолы услышав что самаряне приняли слово божие послал к ним послали к ним петра и иоанна которые придя помолились о них чтобы они приняли духа святого то есть они уже уверовали они уже исцелились но дух святой на них еще не сходил потому что священство еще их не касалось то есть благодать священство так чуть через руки священников которые проходят их еще не касалось они должны были быть на них должны были возложены быть руки это еще не священство но священщина апостолы и сами были священниками ну и в других местах мы читаем как они рукополагают я сказал деяния вот 1423 они рукополагали священство по всем городам для чего бы они рукополагали если бы это было не важно то они могли бы просто сказать и все он апостол по говорит возгревай дар божий который в тебе через мое рукоположение то есть это дар божий который только через рукоположение в нем находился тимофей ильтиту 1 5 он говорит также чтобы как герд я тебе приказывал рукоположи при святеров в каждой цифре как я тебе приказывал то есть это приказ не просто был какой-то там хочешь не хочешь приказ апостола павла рукополагать никогда ну и самое вот это то что как насчет как этому относилась церковь всегда игнатий богоносец которого христос держал в руках у него сохранилось много посланий где он говорит кто такие епископы и священники и что без этого невозможно никакое спасение церкви не может быть там где епископ церковь там где епископ если его нету именно рукоположенного от апостольских времен то ничего нету это просто без как бы нету страха божия отношениях просто к церкви отношения к священному писанию крайне поверхностное так если взять надо просто потому что тогда эти места отвергать или как-то их выкидывать говорит что это неважно это просто страх божий надо потерять для этого но еще он не видео скинул там африканское племя типа молилась иисусу христу и там женщина у нее предплечье тут искреблено там видно короткое совсем короткое предплечье и тут давая не молиться но там не молитва но я понимаю что это объяснение было скорее всего и они кричали там шум крик и у нее на глазах вытягивается вот это предплечье выравнивается хотя там ускорение сильно было и типа иисус христос лечит у баптистов я смотрел несколько роликов они вот лечат у них мгновенно у них чудеса не за чудесами гонится прям везде чудеса стараются показать вот в этой мусульман и у буддистов больше всех у буддистов вообще там такие часа что вообще не человеческие поэтому ну ну и мы читаем дьяник то апостол ну вот филипп где проповедовал уверовали они и там исцелялись бесы изгонялись это такой может быть христос именем христовым это делается действительно в господь потому что он милостивый но это еще не спасение это только начальная ступень а дальше должен сойти дух святой который через священство идет а священство нет соответственно человек не в церкви не может спастись придет за церкви причем я ему задал вопрос я говорю если я так понял ты не православный ты скорее всего баптист и он он ушел от ответа я горит и могу и туда прийти туда и прийти какая я христианин я уберу я христа принял как спасителя все вроде говорит там насчет христа все правильно но говорит я везде я гру как же везде как церковь только в православии ну про баптистов нет это секта и так далее баптисты все остальные он говорит ну как же нет все собраны духом святым где двое или трое там я посреди вас но я вот остановился просто не стал больше на эту тему разговаривать вот решил подгони обычно собрались они обычно собрали на трое то трое собрались а там собранного брата есть должен быть кем-то собраны именно они просто решили собрались а первый ты в аптису и он сам решил собрался просто и они собрались первые все эти общины баптистки собрались просто решили а на ком основании то они отвергли все это христос родился от если брать родословного христа там и блудницы были и вообще и давид царь чем какой грех какие грехи они совершали то они большие грехи и христос обетование божие не отменяется если господь они то почему собрались то вот эти баптисты потому что официальная церковь как они посчитали все она пала умерла как бы отошла от истины они бы господь так не говорит он говорит наоборот что врата да не одолеет то есть это значит что ничего не не еретики не не грехи никакие не будет такого что церковь от этого падет и это мы по ветхому завету видим что обетование бога она сохраняется постоянно потому что бог-то верен человек не верен на бог верен вместо того чтобы отходить и новое создавать надо было внутри работать а этот грех они и увидя грех внутри церкви создали еще больше грех раскол который вот дофан вероны кореи то есть дети их они хотя библия нас строго учит они очень не знают просто библию не не соотносят это к себе а это них есть но он как бы мы мы с ним познакомились на донбассе я ездил туда все в семнадцатом году мы с ним познакомились и по фотографиям как бы кликнулись в одноклассниках подел так ну привет привет и все поздравили там с праздником скотинники на этом уровне а тут как-то почему мы вышли а я увидел его ролик где он на фоне леса и и благовествует просто одна камеру благовествует я вижу я понимаю о чем он говорит как раз я так и понимаю именно так и понимаю и вот вчера состоялся разговор и самое интересное что пустого светского разговора не было сразу же он он сразу за перешел на духовную тему и как-то у нас только вот такой хороший добрый разговор получился именно на духовную тему только-только-только вот именно по писанию вот это все я еще слабо конечно но тем не менее хорош хороший разговор получился прям но с удовольствием я пообщил а пообщался единственно вот эти моменты где ну он знает библию все но вот насчет церкви он споткнулся конечно ну и сам главное а кто так верил насчет церкви в первом втором в третьем четвертом веке вот эти вещи надо они же никуда ты не денешь должны вы так верить были в первом втором 3 4 5 веке должны быть так иначе как они понимать эти места писания то чего по-другому это это делать ну и потом там возможно а кресту не знаешь он крестится нет но я я перед ним ну когда поговорили я перед слава христу я тоже перекрестился он при мне не перекрестился и при нем раза три на крест он нет ну он скорее всего крест тоже не почитает а вот крестом это отдельно тему надо вот вам в сектантах посмотреть в разговоре сектантами там вот этой теме то что во первых они одно из предъявлений ну что вы обращаете к кресту как живому у нас же есть это обращение к кресту а надо сказать что библия у нас так как раз таки так и учит так обращаться это мы читаем второе про липоменон 312 а или третье царство среди нас сейчас помню сейчас открою смысл 2 цар как живому иисусу христу как живому да так сейчас нет кресту самому до обращаемся как будто он живой крест свидетельствует самому кресту как звук но на же есть о при честно же творящий крест господень это же обращение к кресту непосредственно а крест это жертвенник жертвенник то есть на котором был за закон христос то есть агнец божий а к жертвеннику веткам завете обращались и вот мы это читаем сейчас скажу найду это место записать чтобы просто знали это вы сто процентов сразу отобьется любая атака просто незнание описание покажет 4 царство 4 цар 312 нет не то сейчас найду вот 3 царств 32 332 точно вот 3 царства 32 и произнес к жертвеннику слова господня и сказал жертву ни ку слова господня 12 до 32 313 2 и произнес жертвеннику слова господня и сказал то То есть это не просто, а пророк произнес. Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение. Человеческие кости сожжет на тебе. То есть обращение к жертвеннику было. Жертвенник это крест и есть. Ну, крест, он есть жертвенник, на котором заклан Христос. В другом месте Писания, Исход 29.37, мы читаем, что говорится нам по поводу жертвенника. Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая, и все прикоснувшиеся к жертвеннику осветится. Это к тому жертвеннику, на которых убивали животных. Семь дней, и кто к нему прикоснется, тот освящался. Это из Ветхого Завета. Да, Исход 29.37. И если оно освящалось, то как мы освящаемся, когда мы прикасаемся к тому жертвеннику, на котором заклан сам Христос? А Христос это жертва, потому что мы читаем, и Он стал жертву за наши грехи. Он жертвовал за наши грехи. Он явился жертвой. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Да. Вот это просто надо быть тоже вот к этому готово. Ну и к иконам, собственно. К иконам главное никогда не защищать поклонение иконам. Не надо защищать, потому что нигде нет предписания им поклоняться. Но то, что только одно, что это не идолы. Все, больше ничего нет. Да, иначе это дом... Это не идолы, и это не влияет на спасение, поклоняешься им или не поклоняешься. Ты не иконом, а образом, которым на них. Но это они не понимают. Но то, что это не идолы, по Библии это легко доказать. Вот то, что это по храму, в храме было. Дом мой, дом молитвы назовется. А у Иезекииля это как раз описывается, как храм выглядел, вот тот взрывовели, в который они восстановили. Что там был с пола до потолка, снаружи, внутри в иконах, икон, изображение. А почему там не было людей, а были ангелы? Потому что на ней не было людей. Иисус Христос еще не распят был, в ад не спускался еще. Да, вот. Еще такой вопрос. Иисус Христос спустился, сошел в ад и выбил оттуда. А он выбил всех оттуда? Нет, тот, кто ожидал его спасения. Кто при жизни жил праведно и ожидал его спасения. Праведника, только праведника. Там, по-моему, даже и написано в Библии. Праведником проповедовал, или мертвым проповедовал, я не помню. Но где-то я помню, я читал, что-то такое есть. Ну и написано же, помните, что посланник евреям, и вы приступили к гору Сиону, в горе Господу Всевышней, крови Завета, и духом праведников, то есть не скажем же духом Всевышнего, праведников именно, достигшихся совершенства. Баптисты не молятся они, а мы приступили. Приступили же как? Только в молитве можно к ним приступить. По-другому ты к ним не приступишь. А написано, к духом праведников приступили. Вот это место, когда с сектантами разговариваешь, не надо никогда с одного стиха на другой перепрыгивать, потому что они сразу начнут прыгать. Надо прям стоять на одном вот этом стихе, пока невозможно его перешагнуть, пока он не признает, что ну да, 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 в принципе, вот здесь так. И пусть тогда-то переходит. Признал, пошли, пошли дальше. Иначе невозможно остановиться. Вот прям взять одно и на нем стоять. Потому что писание, оно так устроено, его не перешагнешь, оно если точно говорит. Вот я с мусульманином недавно общался, он мне привел писание из Ветхого Завета и говорит, что это пророчество о Мухаммеде. Я сейчас зачитаю. Так, 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 так. Ну и там надо, знаешь, вот нисколько его убедить, там не получится. Надо дать выкладку, истинный выкладку. То есть показать на них там. Не смотреть на то, как он на нее нареагирует, не смотреть на это. Надо выкладку дать истинный выкладку. И она там сама уже, Бог, дальше работает. Потому что можно ничего не сказать, если смотреть на его поведение. Можно что-то умолчать из-за этого. А когда просто выкладку даешь полностью, от начала до конца, уверенно, она дает эффект такой. Со временем человек начинает колебаться от этого. Он должен начать колебаться в этом возле, колебаться. Игнатий Тихонович, конечно, он давит, давит, он безостановочно давит, давит, давит. Там высший пилотаж, там, конечно, ой-ой-ой. Там, нет, до этого еще учиться-то учиться. А там надо 100% самому убедиться. Самому убедиться 100% в том, что говоришь. То есть посмотреть, вот именно это говорится, или что-то другое, именно вот это или нет. Если ты это убеждаешься, то все, нечего. Вот по кресту я прям вник. Я как бы всегда верил в крест и прочее. Но когда я писанием подтвердил себе это, то все, ты даже колебаться уже не... Уже по этому вопросу тебя никакой еретик не поколебет. Не может он просто. В этом-то и дело все. У нас я как бы еще как вот после службы воскресения библейский клуб типа того. Вот, собираемся, а батюшка, он мертвый. Он мертвый, уже дошло до того, что он, ну, начали там рассуждать. Я постоянно, ну, взбадриваю их. Они про дела житейские, я их в Библии. Они дела житейские, я в Библии. И он уже начал тут психовать, батюшка, и говорит, у меня, главное, что у меня Бог в душе. Вот это да, думаю. Это батюшка, говорит. Но я не стал его при всех. И вообще, я решил, наверное, прекратить с этим. Потому что получается, ну, я как бы показываю ему места писания, где он раз что-то не прав, он на проповеди. Даже я с моей маленькой подготовкой, я вижу, что он неправильно на проповеди говорит. И потом в этом клубе я начинаю говорить. И получается балаган. Там человек десять обычно собирается, и все далеки от Библии. Все далеки. Каждый высказывает свое мнение. И батюшка не выстраивает разговор, не устраивает. Он Слово Божие не знает, он не пользуется им. И все от разума, все от своих вымыслов. Я подумал, подумал, наверное, тормозить надо мне с этими посиделками, посиделками, потому что я оттуда выхожу, я как будто плесенью заражен. Я на занятиях присутствую, как бы настрой такой духом чувствую, такой ведомый я. И там побываю, на этом клубе библейском, и все, я размагничиваюсь, как будто бы, я как будто плесенью заражаюсь. И с другой стороны, батюшку, наверное, обличать при всех, это тоже дело. Ему надоест, когда-либо. Да и хорошего ничего в этом нет, толку никакого нет. Все, вы уже несколько раз, и достаточно уже все. Больше не. Я знаю, что вы говорите о том, что как плесень. Я это полностью знаю, понимаю. Так и есть. Я вообще не вступаю в близкое там общение. Буквально пару слов, расхожусь, расхожусь. Потому что с ними побудешь, как страх Божий теряется весь. Да, да. Тут 2 января у нас храм имени святого Иоанна Кронштадтского. И приехали, 2 января его вспоминали, приехал митрополит, и человек 10 еще, как бы не больше, священников. Там ирей, один даже иеромонах был. И настоятель других храмов. Я как бы кемерово их видел. Там я был в других храмах. И вот служба шикарная прошла. Хорошие голоса такие, хор такой там шикарный, конечно. И так как я часто тоже, ну вот в клубе бываю, как бы я часто нахожу в церкви. У меня батюшка говорит, пойдемте с нами в трапезную тоже. Все пошли в часть их, уехал от священников. И человека 4-5 в трапезную пошли. Казаки там. И знакомая, которая там в воскресную школу ведет, она говорит, помоги мне, пожалуйста, стулья внести. Ну и получилось, что я задержался немного. Уже в трапезную зашли, они сели. И я дополнительно стулья пока ходили, там разобрали угол. И стулья, захожу, и у кого-то из них день рождения как раз. И смотрю, я захожу, громогласный голос, многое лето, многое лето. Я захожу с этими стульями, и они по пужеру, беленький хлоп. Я увидел, стулья выронил, развернулся, как чухнуло оттуда. Я до дома бежал, бегом. Меня тошнило. Меня тошнило весь день. Весь оставшийся день прям тошнота была. Я сожалел, что я их, ну, не то, чтобы не обличил, а не вразумил. Потому что там два стола больших сидело. За одним женщина сидели, за другим мужики. Тут и казаки. Тут тоже. Какой пример? Позже, рождественский пост. Вы что? Какой пример подаете? Надо было сказать, я переживаю. Ну, Ну, понятно, это везде состояние московской патриархии. Это тут, наверное, к этому надо спокойно относиться. Это уже такая, такой ужас происходит. Я неделю, прям буквально неделю, как-то мне так Бог сделал, что-то мне кто-то сказал, я от кого-то услышал, что он видел батюшку курящего. Я не мог, я просто не мог, я целую неделю плакал. У меня образ представлялся священника, я чувствовал, как будто у меня, что он чувствует, и он как уходит, прячется и курит, и у меня слезы текли, я ничего не мог с собой неделю поделать. Я письмо написал целое, но я его еще никому не дал, мне наигнать их поправил. По всем вот этим вопросам я потом думаю передать когда-нибудь в жизни, может, это письмо нашему настоятелю и прочее. Вот все вопросы, которые есть, выдал. Я не мог, потому что, как внутри, слезы просто постоянно, я это увидел, в каком тяжелом состоянии священство пребывает. Ужасное. Именно только плакать. Я вот тоже, я не обличаю, я потому что молодой слишком, у меня 30 лет, вот 30 лет только сейчас будет, и я не вижу, хотя я внутри горю, но я там пару раз только сказал, там, я как делаю, не то чтобы, а так, допустим, ну так, по мелочам каким-то, я подхожу, говорю, а вот тут, говорю, вот так, тут, по канонам вот так, передайте, пожалуйста, чтобы они не делали, вот настоятелю, говорю, а других, к примеру, чтобы они так, а он так, ну так, ну да, да, можно передать такое, соглашается. Ну там делаю какую-то работу в храме, там, что-то такое делаю, но мало я стараюсь, мало-мало, но они все, священники, знают, и очень осторожны со мной, это чувствуется, чувствуют, и я, когда на исповеди даже был, у меня такое было ощущение, как будто они обрадовались, когда я там что-то им исповедую, какой-то помысл, ну там, и он говорит, а это, говорит, от высокоумия у тебя, от высокоумия, ты высокоумия у тебя, значит, раз ты, говорит, вот эти у тебя помыслы есть, вот эти, а я там назвал, ну, ну, как бы какой-то помысл, мне в голову зашел, а я все равно его исповедую, потому что, чтобы не оставить его. Ну конечно. Хотя, может, он и вообще, я его даже и не принял, я и не помню, чтобы я его принимал, как что-то такое, то есть сознательно что-то с этим помыслом делал нет есть поведу и этом как-то это от высокоумия у тебя как будто порадовался даже что ага нашлось место там-то грехов и много-много и так и бери без того и как-то знаешь неудобно ты ему исповедуешься еще и если что-то ему такое говорить это как-то как как удавка на тебе сразу вешается да а я когда начинаю вот как бы обличать писать места писания говорить и он у меня батюшка при всех это фарисейство это ты знаешь что это пресесть я буду а как же сказано если праведность ваша не превысит праведность парисею вы не увидите как и вон раз осекся задумался смотрю так ну а по по бороде я нашел новый ну как бы аргумент такой мне про бороду вот в этом библейском клубе я говорю насчет бороды вот очень нас считаем есть там слова да будет воля твоя все признаете признаем мы это его воля это его мы так говорим да будет воля твоя по-другому как можно принимать что мы принимаем уволит борода мужиков растет у женщин нет чья воля на это чья на это воля они раз так сразу давай искать такие ягру стоп это его воли или нет его божья воля божья воля вы с кем боретесь вы с кем спорить и вы свою волю вперед его ставите и и тут базар начался давать все ягру вы потратите когда говорит хороший да будет воля твоя на этом месте вы подпрыгиваете горю в этот момент вы подпрыгивать потому что вы лицемерики вы говорите будет да будет воля твоя сами вперед свою волю выставляете хорошие буду использовать тоже а вот еще знаешь интересный есть же этот как там второзаконие 22 5 то что женщина не должна одевать мужскую одежду мужчины женские мерзость и этого мерзость перед богом если внешне то есть вещь одевать является между все перед богом одевать или то есть что-то брать от же что-то брать допустим женское и на мужчину и мужчины мужское на женское есть мерзость внешне просто который не связан своей природой то какая большая мерзость когда ты это делаешь непосредственно со своей природой ну роман пример тело храм боже наше тело храм боже конечно обличать его многих там дьявол порушил немножко связи и приходится их вот и логические восстанавливать надо вот такие вещи вот мужчина женщин 2 всего 2 то есть параметр 2 всего мужчина женщина больше нету дальше борода и отсутствие два параметра то есть простая бинарная логика тут всего 2 до больше ничего нету дальше вопрос женщина уже нормой ему нормой является у женщины борода так нету любой человек скажет конечно это не норма так следовательно обратно то есть это если это то же у женщины отсутствие бороды является нормой женской нормой так как два нет другого женская норма это то зачем ты себя женскую норму тика прошу мужская норма от присутствие бороды то есть это патология если ты ее просто на себя навязываешь признаки различия женщины и мужчины ты на себя натягиваешь, то есть вот это различие берешь, это женский признак. Отсутствие бороды женский признак. Вот и все. Ты женский признак на себя натягиваешь. А присутствие мужское, если женщина себе бороду нацепит, это мужской признак она на себя нацепит. Все. Невозможно. Никак ты не перешагнешься за это. 100%. Логический подход, именно вот по порядку цепочку действий логических последовательных. Да, конечно. Но там дьявол, вот как и говоришь, он начинает прыгать туда-сюда. А то, а все сразу. А вот там такой святой. И все. И все сразу замышливается. Надо молиться, а если тоже не молится, вот я же как тоже на это пришел, тоже через молитву. Я принял вначале то, что действительно это Божья воля, но сил в себе никакой не чувствовал, чтобы я резко сейчас начать и на работе, и всем вообще. Никаких сил нет. Но молитва-то встала, и Господь давал сразу потом силы. Молишься, и Бог дает. А сейчас-то вообще меня же на работе там погнали, через какое-то время уволить хотели. А сейчас результат вообще ты не представляешь какой. Да. Тот, кто меня хотел уволить, его смещают вообще с должности. другого. А тот, через которого я устроился, кто мне помог, его назначили самым главным над всей безопасностью аэропорта. Вот это да. Вот сила молитвы. Вообще, невинно. А мне того-то жалко, я бы и не хотел, чтобы того увольняли. То он уже давно со мной в хороших отношениях уже. А уже тогда вот раз, и все. Сейчас новым придется. Может, новый-то еще хуже будет. Придется наводить этот... Отношения выстраивать. Отношения выстраивать, да. Молитва. Надежда на молитву. Бог. На Бога. Я вот буквально... Ну вот, я уверовал-то. Чуть больше года назад, в ноябре, я вот Сергею Пупкову показывал, ну, где я как раз тот день, когда я первый раз написал 26 ноября, попросился на занятия, подключи меня на занятия, первый раз 26 ноября. Вот второй год только пошел. И то у меня в жизни такие изменения, глобальные прям сильный переворот. Все меняется на 180 градусов. Все повернулось прям по-другому. Как у апостола Павла. Да, вот через Юркруто. Ну, я имею в виду 100% изменения. Да. То же самое. Так я тоже в это же время пришел сюда. Не, ну, ты давно уже. Нет, нет, я тоже в это же время. Вот в это время я тоже пришел. Тоже? Да. Ну, я имею в виду, что вообще, вот, к самим занятиям-то я, может, и в другое время подключился. Но, тоже, я и это же время, тоже год где-то. Но, в принципе-то, я принимаю многое, но еще до сих пор не укладываются, не все укладываются в голове, но работаю. Получается, иногда получается благовествовать. Ты мне посоветовал тогда 500 книг в следующий раз. Я 500 книг выписал. Евангелие, Святое Евангелие. Все, наверное, не, еще, еще две трети, наверное, есть еще. Первый раз 100, сейчас 500, следующий раз на 1000 замахнули. Я вот тоже сейчас 1000 буду заказывать. Жалею, что когда крещение было народное купание, вот я увидел только ролики, вот где надо было тоже раздавать, вот там благодатная почва какая. Все же идут, чувствуют себя православными, окунуться надо в прорезь на крещение. Вот там благодатная почва должна быть. Вчера женщина, девушка точнее, рассказывала, ну вот она говорит, вот я хочу окунуться, потому что грехи прощаются. Я ей рассказал, что грехи не прощаются, она говорит, я так сильно расстроена, я так надеялась, что у меня новая жизнь начнется, когда я окунусь. Ну я ей рассказал, так ты не знаешь, что еще все, что еще радостнее весь есть, чем это даже. Что не только окунуться, еще проще все гораздо, проще. И рассказал ей по Христа, про жертву его, про то, что надо уверовать, и покаяться в своих грехах, больше их не делать. Ну не знаю, как на нее, вряд ли на нее вообще это как-то повлияло, но все равно надо говорить. Я при каждом случае благовествую. Я при каждом случае благовествую. И иногда хорошо слушают, вопросы начинают задавать, где видно, что человек пытается разобраться, спрашивает, но сказать, кого-то я родил, я, наверное, еще никого не родил. Но то, что я семья бросил, это действие у меня. Но немного, но чего еще. Поливающий и насаждающий ничто на все Бог возвращающий. То есть, если никто даже не обратится, награда ждет еще больше, чем если кто-то обратится и порадуешься. Вот мне нравится вот эта божественная логика. Она просто невероятно справедливая. Ты, главное, трудиться на ниве, и Господь делает все. и тебе беспокойство уходит. Так ты беспокоишься, а так тебе нет беспокойства об этом. Ну да, да, да. Ну вот правда, надо вспоминать, потому что я сам не вспоминаю, тоже беспокоишь и думаешь, что это бесполезно, то все. И в итоге руки опускаются. А если ты вспоминаешь, то сразу думаешь, а надо делать, Господь-то не смотрит не на это. Ты по мере своей головы, как ты понимаешь, это делаешь. Тут я детям. Значит, на большее пока не... Да. Вот знакомая в храме, который она в воскресную школу ведет, и она мне все... Ну, прийди, позанимайся там выжиганием им, покажи, как выжигать, как там все-то делать, руками мастерить. Я говорю, не надо им этого. Им надо о страхе Божьем рассказать, о слове Божьем. Им хотя бы основы надо рассказать. И она мне все звала, звала. Тут как-то говорит, ну, идти позанимайся. Я с батю... Я говорю, с батюшкой надо согласовать. Она хорошо, я благословение возьму. И прихожу вот в прошлое воскресенье, прихожу в храм. Она говорит, ну, что, зайди как раз в праздник. На праздник. А, да, на праздник. Зайди в храм. О, зайди в школу. Я спустился под храмом. И детишек, человек 15, и я как бы мысленно Господи, благослови. И начал рассказывать. И, ну, сначала они как бы не слушались. Ну, не слушали, а потом все. Я сконцентрировал на себе их внимание. И вот все про Иисуса Христа, именно про спасение рассказал. Как он взял, что значит взял грехи на себя. Вот это все по полочкам, по полочкам, по полочкам разложил. сокращенно, конечно. Вроде доходчиво, не знаю насколько, но я такое удовольствие. Потом пошел, такая, ну, ощущение благодатное, что я благовестствовал, я детям рассказал. Прямо такая радость была у меня. День удался, вот, прям, у меня хороший. Ну, и думаю продолжать в этом направлении. А, такие изменения происходят, что, ну, про магазин я рассказывал, что от магазина я, бизнес мой, я банкротился, все, я еще юнармию возглавлял. Я был начальником городского штаба юнармии, общественного движения. Ну, и я уже понимал, что государственная программа, мощная программа, военно-патриотическое воспитание, да, мощно все, но о духовно-нравственном ни слова, вообще ни слова. Я написал заявление, вышел, отошел оттуда, все. Я еще сомневался, думал, может, что-то можно вносить свое, вот так. Нет, там ограничено, все, никакого, только военно-патриотическое. Я отошел, все. Потом я создал общественную организацию, ветераны пограничных войск, шесть лет назад, ее ввел, сам создал и был председателем бессменной. Вот эти шесть лет, 8 февраля будет шесть лет. Ну, я понял, что это пустое, это тоже пустое. Все, я в ноябре сложил свои полномочия, передал другому, отошел оттуда, хотя все были в шоке. Сильная организация, у меня больше 50 человек, которые активны, так собрал я вокруг себя мужиков, отошел, все, как бы, такое у меня прошлое, мощное, такого добился. И еще я являюсь помощником главы города по военно-патриотическому воспитанию уже третий год, но эта должность избранная, ну, выбирали меня путем голосования, избирали, и чтобы уйти, надо, чтобы переизбрали меня. Они никого не могут найти другого. Я сказал, что другого ищите. Ну, я не, я нулевую активность, никакой активности, просто числю, если числю, все. Вот. Ну, еще я председатель совета отцов по Кемеровской области, председатель совета отцов по Кемеровской области, тут вроде ничего не противоречит, ничего-то такого нету, и я оттуда пока, пока еще не знаю, какую я могу что-то делать там. Еще я член президиума Федерального совета отцов приуполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Но, я, вот это вот все, я туда не рвался, и это все течение меня занесло попутно. не знаю, как хорошее я могу проявить себя там, я еще не нашел, не увидел, но с Сергеем Пупковым разговаривал, вот советовался, он говорит, вот с детьми и выбери себе, вот возьми этих 15 человек, детишек, и учи их, вот с ними занимайся, больше ночью не распыляйся, вот тебе и будет не вожат, вот тут все, поле. Со стихами, с заданиями практически все знаю, не могу состыковать с номерами глава стих, не могу запомнить, привязать номер, ну, голова стих и к самому стиху привязать не могу, так-то все вроде знаю, до последнего выученного, привязать не могу, ну, ничего, я, наверное, я чуть подумал, наверное, первых пять закреплюсь на первых пяти, расскажу, потом следующий пять, наверное. Да, конечно, вы не торопитесь, у меня, я когда начинал учить, я помимо этих стихов еще много других учу, и у меня тоже не было в памяти вот этих номеров, но когда у меня первые десять закрепились, первые десять с номерами вместе, оно, все остальные, как будто к этим привязываются, к десяти, и ты как-то от них отталкиваешься, и у тебя там выстраивается, а пока нету, там нечего привязывать, нужно привязывать какие-то, то есть должно закрепиться штук десять именно вот этих номеров, и оно, а остальные как-то чем-то как-то похожи, что ли, становятся на них, некоторые прям совпадают, некоторые там одной цифрой отличаются, и у тебя там раз, ты туда обращаешься, и там выход сюда в голове. Я вот заметил то, что вот выучил вот эти стихи, я выучил вроде бы, и как-то образ мышления, как-то я по-другому стал понимать, ну, легче доходит, легче усваиваться, вот читаю что-то и в Англии, раз-раз у меня понимание уже идет, понимание как-то, если раньше как-то ступор, не могу понять, а тут все раскладывается, все разворачивается сразу же как-то, уже понимание есть. Да, вот иной раз надо много раз его прочитать, и чтоб действительно смысл-то дошел. И я вот понимаю, что до этого, до того, как я познакомился с Игнатью Тихоновичем, вот стал изучать Писание и с вами, со всеми, я не понимал Писание, и как-то по-своему его, как-то оно не проходило. Вот эти все слова, они какие-то были пустые для меня, ну, а в них оказалась сила невероятная. И действительно, вот помыслы, ну, допустим, я по аэропорту хожу, да, ну, там всякие есть и женщины, и девушки, да, которые, а как, ну, ты не можешь, у меня работа смотреть с людьми, ты не можешь на них не смотреть, то есть, ты смотришь, определяешь потенциальные угрозы, какие-то могут быть, если через счет, то ты в любом случае смотришь. Ну, как отбивать, допустим, какое-то внутреннее влечение, ну, какое-то внутреннее, чтобы никуда не заходило, как? Стихи Писания мгновенно, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот прерубодит в сердце, отбивать мгновенно все. Или там, апостол Павел-то говорит, разве не знаете, что тела ваши, суть члены Христовы? Итак, отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. То есть, мгновенно, если в голове Писание не прокручивается, то ум, он спокойно уходит куда-то, и он может там даже, этот, согрешить умом. А если плаваешь в Писании, то нет, у тебя как там с мечом стоит ангел, он просто срывает это все дело. И надо приучить себя вот на все, на все события жизни, чтобы Писание всегда было уже заготовки в голове, которые ты, потому что тьявол же вбрасывает, или ты сам попадаешь в искушение, сам себя искушаешь, к примеру, и так же Писание тебя на место ставит. Тут библейский клуб, когда был, я сказал, что я верил, что Христос умер за меня, что грехи мои взял. И батюшка, а как ты это понимаешь? Я вот раз-раз по полочкам и говорю, вот тут вот после этого рождения свыше, и после этого надо только крещение принимать, только после этого. рождение, он у рождения свыше, ты где это? Здрасте, вот что-то да, ему все это. И стих Иоанна 3,9, верующий, ой, вся, сейчас, рожденный от Бога не делает греха, потому что, а не грешит, потому что тело его, семя его пребывает в нем. и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Я говорю, это с этим, как вы, он, что значит не грешить, как так, совсем не грешить, что ли? Как? Я говорю, да, не грешите, я говорю, и что, ну, на меня, что вы не грешите, я говорю, умышленно не грешу. Он говорит, ну, как вот, как умышленно не грешить? Я вот иду, например, и переди девушка у меня, переди идет вся, чуть ли не раздетая, чуть ли не город моя, летом жарко, чуть ли не голая, естественно, я здоровый мужчина, и это, я ему сразу раз, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Я говорю, батюшка, поздравляю, вы прелюбодей. Он с какой-то стати, я говорю, еще раз повторяю, каждый, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, вы сейчас при всех признались, что вы прелюбодей вражнами из ступор. Я говорю, ну, и он, вот, я почему об этом рассказывал, он говорит, а вы как, что не так у вас, что ли? Я говорю, а я на вооружении Иисусова молитву. Как только полностью ловлю себя, только полностью приходит, еще, он говорит, что значит полностью приходит? Я думаю, боже мой, скелер, я говорю, вот, чревоугодие есть, да, чревоугодие, это грех, когда сел, объелся, безудержно объелся, это уже грех, случившийся грех, но перед ним идет помысел, также и вожделение, только помысел, самое трудное его уловить, помысел, самое трудное почувствовать, его зацепить, зацепить его, и у меня, говорю, рецепт простой, Иисусова молитва, сразу же, безпрестанно, Иисусова молитва, безостановочно, все, помысел блокируешь, и дальше не идет никакого уже вожделения, все, Иисусом отвлекаешься на нее, это примитивно, но это действенно, это действует, Иисусова молитва, сразу, пока еще, я сейчас понимаю тебя, что плавать надо, ну, в стихе, в Евангелии, плавать надо, как Игнатий Тихо, чтобы ум плавал, да, я вот сейчас понимаю, но на тот момент я еще, в том примитивном более состоянии был, Иисусова молитва работает очень отлично, я использую ее на все, случаи вот такие, как только помысел ловлю, сразу же блокирую, я также, Иисусова молитва, и до этого тоже у меня было, Иисусова, а еще вот бывает дьявол, не знаю, как у вас, меня бывает, он мне помысел, вкладывает моих прошлых грехов, образ того, образ, чтобы я его рассмотрел, старый, старый, старый грехов, вот буквально, я вводился, но что сильнее, что я вот нашел, что очень сильно помогает действовать, вот это, дьявол тебе вкладывает то, что он, чем он тебя поразил тогда, когда-то, а ты ему сразу же в ответ вкладываешь, чем Господь его поразил, крест, я только сразу крест на себя, даже мысленно, у меня, у меня образ возникает тот, а я мысленно крест себе делал образ, и все, все разлетается, ничего не остается сразу же. Вот подлавливает, я вот на, на прошлых моих грехах, именно, заставляет переживать, ну, возвращаться мысленно к ним, и как бы, по новой, как бы проживать, я раз сразу ловлю тебя, и сразу Иисусу. Он хочет похулить крещение, вот что он хочет. Да, да, да. А мы тебе грехов, чтобы ты усомнился. Да. И уны, и после раз, и все руки опустятся, только ты это примешь, что все, и в монашиство останется только идти. Точно. Оттереться. Ну, ладно, благодарю за беседу. Да, мне тоже, хорошо. Все, как бы понял, записал, сейчас вооружусь этим, и выйду с ним на разговор, постараюсь разложить все по полоскам. Да, тоже благодарю. надо в своей вначале заложить, понять, разложить. Понять. Понять, и тогда оно, может даже и не сразу, ни день, ни два, ни три. Да. Понять надо, вникнуть, чтобы настолько это понятно было, что очевидно, что, что, да. вы можете выйти, потом как-нибудь еще, и можно будет рассмотреть, ну, вот, какую-то, какую-то тему, и даже с точки зрения, с точки зрения сектантов, все, что можно противопоставить, это, и можно было что-то ответить. Вот еще, пока не развезли. Как запись делать? Я, ну, в чатруле, то надо уже заходить, мне тоже, как бы, присоединяться, я еще, ну, не решаю, а потом думаю, чего я, милю, то надо заходить, получится, не получится, дело десятое. Один вид уже проповедь, у вас, ваш один вид уже проповедь. Я, одно слово скажете, даже, вот, они пролетают, и это одно слово вы скажете, допустим, вы увидите и скажете, с чем перестанешь перед Богом? И он пролетит, а у него это уже зашел туда, ну, то есть ему это уже все дано. С чем перестанешь перед Богом? Я потому что помню, если когда я, когда в грехах находился, встречал человека, который говорил о духовном, меня внутри очень сильно совесть обличала. То есть я потом вспоминал это, и я понимаю, что людям, которым ты что-то божественное сказать, они пусть где-то краем уха услышат, обматерят тебя. Уже там это есть польза. Семьи, семьи бросили. Да, да, да. Вот даже то, с чем перестанем мы перед Господом? Все. Я как бы просматриваю ролики, у тебя неплохо получается, так хорошо, спокойно, с рассуждением у Сергея, вот там есть парень в желтой футболке, он так, высший пивотаж, прям с ним парень задумался, все, он прям, когда начало там здорово бородатый, он говорит, здорово безбородый. Там есть у него ролик такой хороший. И еще я для вооружения, ну, скинул ВКонтакте, я наткнулся, там один уверовал, азербайджанец, мусульманин, он уверовал, христианин, и он расклад дает, я вот для себя взял, как у меня много очень знакомых азербайджанцев, я возьму на вооружение, вот это еще гникнув, это и скину тебе ВКонтакте. Именно про азербайджан там есть такой обсказки хороший. Спаси Христос. Ну, я вот эту беседу, запись поставил, записал, можно будет ее отправить, Игнать Тихоновичу, думаю, полезно будет. А вот сейчас, а как записывать? А вот тут есть, смотрите, справа снизу, около сердечка, видите, сердечко. Ой, что-то сейчас, на мое лицо, там два раза нажмите на мое лицо. Так, сердечко вижу. Справа снизу, и около него три точки. Есть. Чик. И вот тут, когда на них нажимаете, там будет включить запись. Она просто уже идет сейчас запись. Там сейчас нету просто это, потому что уже идет запись. А когда не будет идти записи, то можно включить ее. Ага. А как сохранить? Вот я сейчас мы закончим, и эта запись вот здесь у нас появится в чате. Ее можно скачать будет и отправить. Это хорошая беседа очень. А как сохранить мне потом эту запись? Ну, вам не надо будет, я могу будут отправить, а потом уже вам ссылку скину. Вы просто скачаете ее. Не-не-не-не. Если с кем-то буду беседовать, вот я жалею, что вчера вот разговаривал с этим парнем и злею, что не записал. По скайпу вы разговаривали? Да. Вот записал. Вот так и есть. Так и есть. Смотрите, вы когда нажмете на эти три точки и там включите, запись будет включить, вы ее включите и когда звонок закончится, у вас прям в чате выпадет само это видео в чате. и вы просто там сохранить нажмете, сохранить, как там будет прям сохранить. Вы сейчас увидите, сейчас оно выпадет у нас. Мы как закончим. Понял, понял. Вот так. А в чат рулетки, в чат рулетки я вам скину сейчас ссылку на программу, вы ее просто скачаете, установите и все. И там уже непосредственно, когда вы будете заходить, позвоните и я вас просто научу и все. Там быстро. Хорошо. Хорошо. Все. Спаси Христос. Спаси Христос с Богом. Хорошо. Пообщались.